Зафиксирована минимум одна попытка, когда кадровые подразделения воздушно-минесантных войск Российской Федерации пополнялись мобилизованными из так называемых ЛНР и ДНР. Еще раз, кадровым десантникам добавили мобилизованных из ЛНР и ДНР. По всей логике военной, я даже объяснять не буду почему, категорически нельзя такие вещи делать. Нельзя смешивать. Это и с политической точки зрения неверно, и с военными неверно. Почему нельзя смешивать непрофессионалов с такими подготовленными? Ну, потому что, давай с политической, хотя бы с политической только. В военной премудрости можно углублять, два слова скажу, но с политической. Вы же теряете субъектность ЛНР и ДНР, так называемых, и показываете, что это подчиненно Российской Федерации структура. Это им начхать, это начхать. А зачем же было посольство отрывать и так далее, и так далее. То есть, это все видит свои следствия. А с точки зрения военной, с точки зрения, ну, одних готовят все-таки? Ну, во-первых, начнем с того, что есть недоверие классическое, потому что мобилизованные – это насильно призванные. Ну, это существенно, да. Насильно призванные теми людьми, с которыми им воевать. Насильно призванные. Да, я понял. И добавляет, плюс разная очень степень выучки, степень снаряжения очень разная. Десантники экипированы одним способом, привыкли воевать эти совершенно другим. Сборная Солянка в составе даже не соединения, а одному подразделения – это последнее, что можно сделать в военном деле. Последнее. И раз они на это пошли, это означает, что у них очень серьезные… То есть, у них дефицит личного состава. Сочетание с действием вот этими вот маленькими группками, это показывает, что вообще битва за Лисичанск и за Северодонецк, как это деликатно сказать, ну, во-первых, пришла в свою кульминационную фазу, во-вторых, фаза эта выглядит с военной точки зрения ужасающе, потому что это примерно как 18-й раунд ужасающе настолько, что начинаешь думать, что оно где-то уже в свою противоположность переходит за грань юмора, если бы там люди не гибли, но с точки зрения технологии, методологии, это очень похоже, как два боксера на 18-м раунде уже обнявшись, ходят и еле-еле пытаются толкаться и давать какие-то тычки, потому что, ну, с одной стороны смешно, что они наступают такими подразделениями, с другой стороны смешно, что для нас это уже проблема, там эти 30 человек, которые куда-то там проехали и посадились, и мы ничего себе не можем делать, хотя еще месяц назад там вынести батальон, остановить его, нанести ему поражение, было боевой задачей дня, например, да, и так далее, поэтому неприятная новость заключается в том, что у них еще есть резервы, пусть маленькие, но есть для нас, а для них в том, что и у нас есть резервы и возможности обороняться, но самое неприятное новость заключается не в этом, вся эта мать всех битв, вся эта великая наступательная операция, начавшаяся 4 апреля и продолжающиеся 80 суток почти, хочется матом сказать, короче, да иблась до мышей, и дошла, да, я по-другому не знаю, как выразить, да, и дошла до продвижения двух БТРов, там, с 30 солдатами, которые пытаются где-то доползти, что-то там перехватить и так далее, и так далее, любая сторона, которая кинет туда два дивизионной артиллерии, выиграла эту битву, посмотрим, кто кинет, да, так вот... А у кого есть, а у кого есть два дивизионных... У кого есть, знает только военное командование с обеих сторон, вот, но фишка не в этом, фишка в том, что марка не стерлись, ты понимаешь, как это все начиналось? Группировка вокруг Северодонецка, Лисичанска, Попасный, которая должна была все это атаковать, это под 40-45 БТГ вообще-то было. Сейчас, если там на всем 40 бронемашин присутствуют, и 400 коллег, которые еще могут наступать, это все. То есть, они убили большую часть своих резервов оперативного уровня, Алисичанска, Северодонецка. Об этом можно судить? По потерям есть какие-то данные, они растут? Трудно считать, но мы же видим по косвенному, ну, смотри, вот там, где наступал батальон, сейчас еле-еле движется рот. Это третья часть, и два батальона, и так далее. Я думаю, что потери в районе 40-60% на подразделениях, которые выполняли передовые задачи. Пополнение вот этими мобиками, так называемых, Оландер и ДНР, кадровых подразделений, да еще и воздушно-инесантных войск, это признак очень нездоровой ситуации в войсках. И это означает, что украинское командование уже выполнило задачу, которую наставило обороняя Алисичанска и Северодонецка, как и высаживало. Измотало противника то состояние нестояния. Северодонецка